Переходим к нанесению материала. Чтобы материал хорошо сидел на ноготочках, мы обезжириваем. Есть такое средство дегидратор, то есть убрать воду. Гидра – это вода. Это жидкость из спиртов, она мгновенно испаряется, высушивая ноготок, поэтому вы, если это была коррекция, и здесь у вас на ноготочке лежит материал, значит вам нужно положить дегидратор и праймер на отросшую зону. Смысл материал мазать я не вижу, поэтому если это коррекция, я это наношу вот таким образом вдоль кутикулы на отросшую зону. Если это не коррекция, а пальчик был голый, без материала, то я это делаю влево, вправо, посередине, быстрым движением. Мы видим, как он махом испаряется просто мгновенно. Далее идет праймер. Праймер бывает кислотный и бескислотный. Сейчас мы используем бескислотный праймер. Я излишки обтираю флакончик и наношу на голые ноготочки, но только наполовину. То есть я не наношу никогда праймер в области лунулы. Вот где находится корень ноготочка, вот эта часть лунулы, светлая часть, которую вы видите вот здесь, то есть я ее не мажу. Потому что у праймера есть задача поднять чешуйки, разорвать их, сделать дыры на самом деле, чтобы материал проник глубокие слои ноготочка и там закрепился тщательно. Поэтому молодую часть ноготочка я стараюсь не мазать праймером. Так как базы имеют кислотность и они очень хорошо там закрепляются. Все. Наши ноготочки прогрунтованы. Дегитратор праймер мы нанесли. Своего рода грунтовка прошла. Теперь мы наносим непосредственно базы. Базы отличаются жидкостью, густотой. Более жидкие, более густые, средней консистенции. Итак, сняли излишки базы об горлышко. Наносим тонким слоем, не доходя до кутикулы. Миллиметр. До боковых валиков, не доходя. До зоны вроста, когда дошли, от зоны вроста полностью покрываем пальчик. То есть свободный край должен покрытым быть от и до. Все. У нас есть липкая поверхность на ноготочка. Кривой блик. И вот наша задача как раз выровнять ноготочек. Мы капаем кутикулу в область... Ой, мы капаем гель в область кутикулы. И начинаем ее подтаскивать. К началу ноготочка к свободному краю. Далее опять к кутикуле. Делаем движение туда-сюда. По поверхности ноготочка. На бочки к валикам, к боковым мы не лезем. Так как наш ноготь имеет арку. И он сам туда начинает стекать. Переворачиваем пальчик. Для того, чтобы наша база посередине ноготочка. Вы помогаете, регулируете. Все. Как только базочка отвисла. Вы переворачиваете ноготочек. Даете ему возможность чуть-чуть опасть на кончике сломан ноготочек. Мы его должны обязательно тоже аккуратненько тонкой кисточкой. Подработать. Все. У нас чистый ровный блик. Тарелочка наша по ноготочку скользит ровно. Не преломляется. Отправляем в лампу на 30 секунд. Создаем поверхность гладкую. По которой наша объемная капелька равномерно растечется. И выровняет ногтевую пластину. Придавая ей ровный четкий блик. Капаем базочку. Подтягиваем ее к кончику ноготочка. К свободному краю. Кисточку не нужно утоплять глубоко в гель. Ее нужно только подцеплять гель. И подтаскивать к тем местам, куда вам нужно. Вот она наша бликовочка. Смотрим. Чтобы он выровнялся, нам желательно хоть на несколько секунд перевернуть пальчик. Переворачиваем. Ждем, когда наша база отвиснет на середине ноготочка. Можно двигать ее ближе к кутикуле. Слегка приподнять пальчик. Все. Мы видим, что наша капля свисает посередине ноготочка. Далее я переворачиваю. И жду, когда эта капля немножечко осядет. Вот она форма ноготочка. И вот как бы мы не возили лампочку, наш блик ровно-ровно распределяется. Без всякого преломления. После базы липкость вытирать не обязательно. Но если вы видите, что на нее упали какие-то крошки либо пыль, то вы ее оботрите. Либо на ощупь потрогаете. Вдруг у вашей базы будет достаточно большая, остаточная липкость. И по ней материал, цвет будет елозить. Вот. Если он вам мешает, убирайте липкость. Если не мешает, наносите прямо на липкий слой. Цвет. Делаем лужицу из гель-лака. Эту лужицу мы подталкиваем под кутикулу. Пальчик, чтобы рука не тряслась. Упирается у нас. Не забывайте про упор пальчиком. С другой стороны. То же самое. Подталкиваем, подпихиваем цвет, чтобы он зашел нам под кутикулу. Излишки материала распределяем вниз. Уберите излишки материала. Далее. Кисточку слегка надавите теперь на кисть. Она у вас раздавится. И вы крайними ворсинами будете работать как тонкой кистью. То есть вы отчертили кутикулу и боковой валик с одной стороны. Повернули на бочок. Оттянули средним пальчиком валик. То же самое вы сделали. Надавили на кисть. Она у вас распределилась. Вы отчертили боковой валик. И далее обязательно в последнюю очередь расчесать. Сверху вниз. Чтобы ваш материал плавно распределился по всему на каточку. Если вы не можете добраться до каких-то труднодоступных мест. Либо вы видите пузырьки воздуха. Либо ворсинку. У вас должна под рукой быть тонкая кисть. Которой вы сможете аккуратненько все подкорректировать. И пододвинуть куда вам нужно поближе. И ворсинки убрать. И распределить. Оттягиваем боковые валики. Оттягиваем задний валик кутикулу. Проходим тонкой кисточкой. Возле кутикулы. Проверяем все. Чтобы везде было прокрашено. Для первого слоя все. Отправляем в лампу на 30 секунд. Проходим вторым слоем. И прокрашиваем. И для плотности. И прокрашиваем наши недочеты. Которые мы где-то не доработали. Не до конца. Прокрасили. Оттягиваем кутикулу. Ближе. Двигаемся вглубь. Снимаем. Расчесываем поверхность. Если много у вас на кисточке излишки, заберите. Проверяем тальчик. Оттянем боковой валик. Пройдем. Продолжение следует. И после того, как вы добавили где-то что-то, обязательно расчешем, чтобы у нас не было каких-то объемных слоев, либо проплешин. Все. Отправляем в сушку. Теперь цвет мы перекрываем финишным покрытием. Финишное покрытие не любит тонкий втирающий слой, но и заливать им не нужно. Но, например, если у вас блик где-то прыгает, им можно немножечко подкорректировать как базой, создать объемность. Вообще перекрываем, когда я всегда девочкам говорю, кисельковым слоем. То есть как будто бы вы покрываете такой густоты, как кисель. И вы просто наносите таким приятным, ровным, гладким слоем. Проверяете, чтобы у вас в зоне кутикулы и сам цвет везде был перекрыт. Для этого вам в помощь тонкая кисточка. Смотрим блик. Можем подкорректировать. Добавить небольшую контрольную капельку. Тонкой кисточкой ее ровненько распределить по ногтевой пластине. Топом хорошим слоем накрываем наш цвет. Не сильно тонким, не сильно толстым слоем, таким укрылистым. Излишки можете вытереть на флакончик. Дайте ему распределиться гладенько по всей поверхности. Проверьте, все ли везде прокрашено. Все, сушим лампы. Процедуру мы завершили. Можно нести масло клиенту на кутикулу и попросить его помыть ручки, чтобы фотографировать. Так как с маслом фотографировать нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!